В Адыгее с начала недели зарегистрировано 10 случаев телефонного мошенничества с ущербом в 1 миллион 500 тысяч рублей. Сейчас по всем вышеуказанным фактам сотрудниками ОВД проводятся специальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным противоправным деяниям. С одним из таких заявлений о крупном факте мошенничества в полицию Тахтамукайского района обратилась 30-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что на ее телефон стали поступать звонки с пяти различных номеров, начинающихся на 8495-499. В ходе одного из диалогов неизвестные смогли убедить женщину выполнить ряд финансовых операций через терминал, расположенный в одном из магазинов. Спустя время пострадавшая поняла, что попалась на уловки аферистов и лишилась 400 тысяч рублей. Еще один факт мошенничества задокументирован в последний рабочий день недели в полиции Майкопа. За помощью обратился 38-летний житель Майкопского района. Он рассказал, что на его мобильник поступили два звонка от неизвестных с номеров, начинающихся на 8499. После одного из коротких диалогов мужчина обнаружил, что с его банковской и кредитной карт произошло списание денежных средств в размере 300 тысяч рублей. Полиции Адыгея в 2020 году возбуждено 50 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта фальшивых денег. В связи с этим стражи правопорядка призывают граждан быть внимательными при обращении с наличностью. Не забывайте, что фальшивомонетчики часто расплачиваются подделками в торговых точках, на рынках и автозаправочных станциях. Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу поступило заявление об обнаружении купюр с явными признаками подделки. Работники банка передали полицейским фальшивку номиналом в 1 тысячу рублей. Эксперты провели необходимые исследования и подтвердили, что банкнота оказалась поддельной. По части 1 статьи 186 УК России следствием городского отдела полиции возбуждено уголовное дело. Отметим, что такие факты нередко в последнее время регистрируются в сводках полиции. Фальшивую пятитысячную банкноту в конце декабря прошлого года выявили в ходе инкассации наличности в крупной торговой организации в Майкопе. Аналогичный случай имел место в январе 2021 года и на территории Геогинского района. Купюра крупного номинала попала в финансовое учреждение из предприятия торговли. В настоящее время стражами правопорядка проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание фальшивомонетчиков. А теперь перейдем к ситуации на дорогах республики. Говоря о статистике, в 2020 году ГИБДД зарегистрировано 118 дорожных происшествий с участием пешеходов. В них 26 человек погибли и 97 пострадали. Из общего количества 53 произошло на территории республиканского центра. Подобные факты имели место и в новом году. Так, 26 января в городе Майкопе по улице Пушкина 46-летний местный житель, управляя отечественным автомобилем, допустил наезд на 62-летнюю пенсионерку. В этот момент женщина переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая госпитализирована. Необходимо отметить, что из вышеуказанного количества ДТП 52 происшествия связаны с наездом на людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В них 5 человек погибли, 50 пострадали. МВД напоминает, что соблюдение правил дорожной безопасности, взаимовежливость, проявление культуры и поведения поможет избежать трагедии и сохранить жизнь. Не забывайте, правила дорожного движения предусматривают обязанность пешеходов на нерегулируемых переходах выходить на проезжую часть только после того, как они оценят ситуацию и расстояние до приближающегося транспорта. Будьте бдительны и проявляйте взаимовежливость. Майкопским городским судом рассмотрено уголовное дело, которое было возбуждено в отношении 35-летней местной жительницы. Основанием для принятия такого процессуального решения послужили результаты мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Адыгеи и регионального управления ФСБ. В результате проведенной объемной работы задокументирована причастность Майкопчанки к фиктивной постановке на миграционный учет, принадлежащем ей домовладение гражданина одного из государств ближнего зарубежья. По результатам рассмотрения представленных по уголовному делу материалов, суд назначил обвиняемое наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Добавим, что граждане России, регистрирующие иностранцев, уведомляются сотрудниками территориальных подразделений по вопросам миграции о том, что в случае фиктивной регистрации иностранных граждан или их фиктивной постановки на учет за данные деяния статьями 322.2, 322.3 Уголовного кодекса России предусмотрена уголовная ответственность. Добавим, что максимальное наказание по каждой из вышеуказанных статей – лишение свободы на срок до 3 лет.